Современные библиотеки давно перестали быть просто пунктами книговыдачи. Теперь это настоящие культурные центры для интересных встреч и новых открытий. Сегодня расскажем о том, как проводят свободное время жители развилки. Познакомим с интересными людьми, полистаем страницы уникальных сборников. С вами я, Галина Житкова, из страницы 17. Здравствуйте! Жительница развилки Екатерина Михайловна Захарова – одна из самых преданных поклонниц библиотеки. Любительница чтения уже 25 лет постоянно интересуется новинками литературы и приходит к сотрудникам, чтобы обсудить самые интригующие моменты произведений. Я прочитала все Екатерины Вильмант. Произведения исключительные, вот именно чисто женские. Затем Олег Рой, но у него все там уже, и детективы есть, все-все-все. Активная общительная Екатерина Михайловна настолько увлеклась, что незаметно для себя прочитала все собрание сочинений чейза в 30 томах и с нетерпением ждет выхода новых произведений, талантливых прозаиков современности. Каждый вторник приходят на встречи представителей активного долголетия. Любит слушать лекции врачей и путешествовать вместе с другими жителями поселка. Нам организовывают экскурсии. Вот мы ездим весна и осень. Зимой нас никто не вывозит. Ой, где только мы не были. Мне понравилось, особенно в Домодедове. Там такая библиотека имени Анны Ахматовой. А вот инженер автоматизации, работник Государственного Дарвиновского музея Екатерина Бородина говорит, что библиотеки поселка Развилка выросла. Общение с другими читателями, сотрудниками помогло не только в общем развитии, но и подарило мощный стимул для творчества. Сейчас, когда уже есть какие-то литературные награды, мне, конечно, все равно приятно возвращаться сюда, потому что это дополнительный глоток вдохновения. Ты вспоминаешь, как было, и думаешь, вот, я выросла, но все равно я вот та же маленькая девочка, которая приходит сюда, которая трогает здесь книжки, смотрит и прям вот дыхание схватывает. Своими знаниями и оптимизмом Катя делится с ребятами, что приходят к ней на научные занятия. Связь физики и биологии лирик Бородина объясняет легко и доходчиво. Считает, в работе с детьми важен настрой самого педагога. Если тебе это нравится, если ты чувствуешь, что ты заряжаешься какой-то энергией от детей, что ты хочешь рассказать им что-то, что ты хочешь показать им, какой мир на самом деле прекрасный, многогранный, и насколько есть связь вот этого всего, конечно, это просто. Да, есть сложные дети, но без этого никуда. Две Кати – два разных поколения, но одна – любовь и увлечение. По собственным признаниям читательниц, потому что это общение дает мощный заряд бодрости и вдохновения для дальнейшей жизни. Замечательные талантливые люди приходят в библиотеку для того, чтобы найти единомышленников и поделиться строками, написанными в минуты творческого вдохновения. Это живое слово обретает особое звучание в стенах, где хранится мудрость народная. Рифма плюс – талантов островок. Рифма плюс – как свежий ручеек. Там помогут верные друзья. Осознать, кто он, кто ты, кто я. Пять лет назад на базе библиотеки поселка Развилка появилось литературное объединение «Рифма плюс». Творческие единомышленники объединились для обсуждения новых произведений совершенствования и общения. Сначала у нас появились поэты, и был один прозаик. Вот он и составил такой плюс, можно сказать. То есть поэты плюс один прозаик. Но потом у нас появились новые прозаики. И что интересно, не только пришли прозаики к нам, а у нас получилась такая какая-то метаморфоза, когда поэты стали еще и прозаиками. И совсем недавно, совсем недавно один прозаик вдруг начал писать стихи. Для многих талантливых поэтов и прозаиков Развилки создание ЛИТО было грандиозным событием. Для пишущих жителей от 14 до 90 лет – это возможность выступить перед земляками и добиться признания. Конечно, будучи любителем, мы все есть любители, по сути дела, да? Мы это, узнаем технологию писания. И, казалось бы, технология, и, как сказать, вдохновение, они это разные вещи. И да, и нет. Потом начинаешь понимать, что вот все-таки лучше знать технологию, и это по-другому воспринимается то, что ты напишешь. Ученица седьмого класса Развилковской школы Ассоль и Сабели Центекиду стихотворение пишет недавно, но уже стала победителем конкурса «Литературный дебют». Рассказывает, что вся ее поэтическая копилка – это ежедневник 48 листов. Возможно, в дальнейшем решится на песню, но пока не владеет ни одним музыкальным инструментом. Начала я писать с 10 лет. Любимая тематика – это лирика стихотворения про любовь и про преодоление жизненных трудностей. Меня вдохновила Татьяна Петровна Мельникова, наша поэтесса Развилковская. Также один из моих любимых поэтов – это Марина Ивановна Цветаева и Сергей Есенин. Коллега по объединению Инга Переева – более опытный старший товарищ. Легко пишет прозу, поэзию и еще является автором детских песен. Считает, что ее произведения стали взрослее и богаче благодаря встречам в библиотеке. Песенные тексты, они не всегда такие вот рифмованные бывают. И иногда читают мои коллеги, мои стихи и говорят, ну вот здесь вот как-то не очень звучит. Я начинаю петь, им нравится. А посмотрите, на музыку ложится, да. И это такой интересный творческий процесс. Мы всегда обсуждаем, какая строка больше, может быть, задевает душу. Что в произведении можно улучшить. Общение единомышленников не только расширяет кругозор, помогает усовершенствовать произведения, но и дарит встречи с авторами. Инга Переева написала около 10 песен на стихи еще одного рифмоплюсовца Юлии Грачевой. Очень много интересных людей у нас. Все такие разные, не только разновозрастные, но еще и профессии разные. Очень интересный багаж большой, профессиональный. И практически все мы из других профессий собраны. То есть нет здесь литераторов-профессионалов. Наверное, это нас объединяет. Нам легче от того, что мы знаем, что здесь никого, высокопрофессиональных людей нет. Мы растем все вместе. У нас 25 книг написано, личных, авторских. Мы публиковались в 65 сборниках различных. У нас где-то полторы сотни всяких грамот, дипломов за эти вот пять лет. Талантливые жители развилки с удовольствием ждут встреч с профессиональными поэтами и прозаиками. И в открытом творческом поединке готовы прочитать свои лучшие строки. Положительные эмоции и хорошие впечатления получают мальчишки и девчонки развилки, переступая порог библиотеки. Ребят встречают опытные сотрудники, которые готовы поддержать любую инициативу юного читателя. Библиотека практически единственное учреждение культуры, что располагается на территории поселка. Место притяжения всех поколений удобно расположилось прямо в центре населенного пункта. Но жители некоторых новых микрорайонов даже этой возможности лишены. В развилке появился отдаленный детский сад в Римском квартале. И маленьким детям, конечно, очень неудобно ходить через дорогу, ходить в библиотеку. Это долго и некомфортно, не всегда хорошая погода. И специально для них мы приготовили вот этот проект, задумали. Называется «Библиотека ходит в гости». То есть библиотека сама приходит в гости в детский сад с различными программами. И настолько понравился всем этот проект, что детские сады, которые находятся в общем-то рядом, тоже присоединились. Другой проект в гостях у сказки помогает в адаптации особенных детей в возрасте от 5 до 11 лет. Литературные гостиные и добрая терапия помогают раскрыться и почувствовать себя более комфортно в кругу друзей. Сейчас ребята любят заниматься все вместе. Если кто-то новенький приходит, у нас начинается урок с мячика. То есть мы встаем в круг и знакомство такое, вот как тебя зовут, представляется. То есть чтобы детки все друг друга знали, не то что «эй, ты иди сюда», а вот именно по имени. Вот это очень здорово сплачивает. Сотрудники библиотеки с удовольствием отмечают, что молодежь тоже стала чаще заглядывать в библиотеку. В рамках внедрения новых проектов появилось отличное пространство для развития и общения. Очень приятно сейчас наблюдать за тем, что подростки, молодежь начали возвращаться к книге. Совсем недавно они любили читать в телефоне, в планшете, в ноутбуке, то есть на каких-то электронных носителях. То сейчас они многие сами высказываются о том, что хотят в руках держать книгу, которая пахнет, которая живая. Вот это очень приятно. И сейчас молодежь начала читать классику. Лучшие произведения художественной литературы, актуальные прозы современности или романтичная поэзия – в библиотеке можно найти все. Было бы желание начать путешествие в эту интересную страну знаний, а сотрудники уже помогут достичь вершин в непростом деле. В библиотеке можно не только познакомиться с интересными людьми или полюбоваться картинами талантливых художников, но еще и поговорить о важном. На столе все самое необходимое – жестяные банки, картон, ножницы, маркеры, а на сердце – терпение, забота, внимание. Вооружившись этими важными для работы элементами, неравнодушное молодое поколение развилки приступило к изучению азов изготовления окопных или блиндажных свечей. В нашей библиотеке именно акция «Окопная свеча» проходит впервые. Мы ни разу этого не делали, поэтому сегодня мы пригласили отца Петра, настоятеля храма Иосифа Волоского, так как он этим занимается, чтобы он научил нас это делать. Потому что мы хотим все-таки это делать постоянно. Отряд юноармейцев – давние друзья и помощники библиотеки. С радостью откликнулись на предложение выполнить благородную миссию и стать первопроходцами в таком важном и нужном деле. Когда юноша и девушка понимают, что они сделали одну свечу, что это такое? Это означает, что в течение пяти часов один боец будет в тепле. Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова вместе с ребятами аккуратно и максимально точно выполняла все пункты инструкции. И в финале мастер-класса продемонстрировала окопную свечу, сделанную своими руками. Эта свеча не поломается в кармане, эта свеча не искрошится. И потом, вкладывая в эту свечу свое сердце и свою душу, каждый из детей еще и посыл такой солдату, что мы его ждем, чтобы он победил. Сестры Софии и Светлана Грчан занимаются в отряде недавно, но на их счету уже немало добрых дел. И сегодня они добавили в свою копилку еще одну. Вкладываем тепло души и любовь. Все, добро. После выполнения всех необходимых манипуляций у ребят и взрослых получили заготовки, которые потом заливаются растопленным воском и становятся важным источником тепла на передовой. Интересные информации и полезные знакомства, приятные бонусы при посещении библиотеки. Старшие поколения и молодежь уже в полной мере ощутили все плюсы этого культурного общения и поэтому всегда стремятся заглянуть на огонек. А чем могут похвастаться сотрудники других библиотек Ленинского округа, узнаем в следующей странице 17. С вами была Галина Житкова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok